Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добро пожаловаться! Я хотела спросить... Вы слушаете меня, да? Да, 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 Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Ну что же, начинается программа Добро пожаловаться. На ваши вопросы, жалобы, предложения, какие-то, может быть, неясности будут отвечать наши уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, наверное, вот будем ждать, ну, я думаю, что к нам в скором времени присоединится Айвер Гонтарев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений. Ну, а пока вы можете присылать ваши вопросы. Во-первых, ну, звонить 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, или писать нам в WhatsApp-е 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. Вот вопросы остались, мне кажется, еще с прошлой программы. Вопрос вот был связан, мы говорили очень много о том, что утепление домов и реновация – это, наверное, то, что позволяет экономить тепло, и несмотря на то, что сейчас впереди лето, тем не менее нужно не уподобляться стрекозе, смотреть в будущее. И даже понятно, что сейчас уже слишком поздно начинать реновировать дом, можно не успеть к следующему отопительному сезону, но такой скептический голос вот вдруг раздается. Какова вероятность того, что владельцы квартир возьмут кредит на ремонт дома и вообще останутся без квартир? Вот пишет нам слушатель. Ну, вероятность того, что если вы не будете оплачивать счета по квартире, лишиться квартиры есть. Но это не касается только реновации, это касается вообще платежеспособности данного человека. Если он запустит свою ситуацию так, что у него будут долги по квартплате, то юридические процедуры взыскания, они предусматривают возможность того, что квартиры можно лишиться. Не обязательно, но можно. Поэтому здесь надо смотреть. На самом деле, по моим данным, если использовать софинансирование Европейского Союза, то нагрузка не столь высокая платежей, практически ничтожная. Изменения нагрузки по платежам практически ничтожны. За счет сокращения платежей за тепло практически гасятся все кредитные платежи. Такова статистика того, что есть на сегодня. Так что в данном случае связывать вопрос долгов с вопросом инновации, наверное, не совсем справедливо и правильно. Это первое. Второе. Хочу подчеркнуть, что в Риге, по крайней мере, до сих пор оказывалась довольно существенная социальная помощь при правоплате квартир для тех, кто в этом нуждается и отвечает соответствующим критериям. При этом никогда не разделялось, за что назначили на квартплату, и не выделялся платеж за виновацию. Все шло общей суммой. Поэтому те, кто малообеспечены, и могут, по крайней мере, на сегодняшний день, могут быть уверены, что соцпомощь покрывает в том числе и нагрузку от платежей для инноваций. Так что я не думаю, что это является главным тормозом на пути к инновации. Скорее инертность и ожидание, что кто-то что-то сделает за нас. Но это такое ожидание, скажем, бесплодное, скорее. То есть оно тормозит и, наоборот, сковывает инициативу. Ну, понимаете, для меня являются некоторые решения собственников квартир странными. Допустим, уже точно известно, что в нынешней ситуации быстро сделать и добиться денег по софинансированию на инновации всего здания или на утепление – это достаточно сложно и долго, и не всегда, наверное, уже возможно. А вот такая элементарная процедура, как модернизация системы отопления, которая достаточно относительно дешевая и дает эффект порядка 20% экономии тепла, что уже подтверждено очень многими данными. Но люди отказываются от таких действий в пользу косметического ремонта лестничной клетки, например, что для меня вообще очень удивительно. То есть экономить мы не будем, но красоту мы ведем. А это решение принимается на общем собрании жильцов? Это на общем собрании. Это на общем собрании. И есть просто, ну, очевидно, люди, которые сумели переубедить большинство жильцов вот в пользу этого решения. Я боюсь, что это даже издержки понимания ситуации. Лестничная клетка – это визуально видно и ощутимо, а вот там получишь ты или нет эффект – это инновация системы отопления. Ну, для людей, наверное, загадка. Верить они не хотят никому. Я говорю еще раз, мне такие решения непонятны. Они есть. Люди их принимают, мы их исполняем, но на самом деле в такой ситуации, когда пожертвуя с отечественной клеткой, ну, для меня звучит странно. А не является ли это, ну, может быть, не обязанностью, но тем не менее, вот, ну, как миссии старшего по дому, ну, как, может быть, человека, который больше других понимает всю механику, всю суть, проблем дома, объяснить, рассказать? Ну, вот, это ставшие по дому и проталкивают такие решения. Чаще всего именно вот абсурдные вот эти, да? Без того, чтобы за таким решением стоял инициатор, это не проходит. То есть извне такое решение навязать невозможно. Оно только изнутри происходит. Потому что там очень солидные деньги. На косметические ремонты сегодня очень солидные деньги. Сопоставимые даже, может быть, больше, чем на инновацию системы отопления отфигурации. У нас, между тем, есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаясь, возмущением предпоследнюю передачу о фантастической сумасшедшей приписке женщины подать потери воды 12 кубов. Марта Несим – это РНП Пардагу, бывшие Курзумы. Неизвестно, зачем поменяли название, чтобы налогоплательщики заплатили за вывеску на здании. Этой женщине нужно подать заявку в РНП, чтобы РНП подал заявку Уденс для проверки домовых счетчиков воды. А жильцам дома назначить постоянного наблюдателя, когда дворник снимает показания воды домов счетчика. В РНП есть отдел, который принимает показания воды домовых счетчиков от дворников и счетчиков жильцов. И когда обнаруживается огромная потеря воды по дому, работник РНП должен тут же сделать заявку Уденс на проверку домового счетчика. Делать это нужно ответственно, профессионально, работникам РНП. Вопрос. Как своевременно проверяется проверка домовых счетчиков и каков их срок годности? Проверка домовых счетчиков осуществляется раз в два года согласно закону. Это первое. Второе. Когда вы рекомендуете немедленно подавать заявку Рига Суденц, вам надо помнить, что если ваши подозрения относительно домового счетчика не подтверждаются, а чаще всего Рига Суденц отвечает именно так, то дому придется оплатить стоимость проверки. Это тоже такое движение. Понимаете, здесь ситуация, она кроется, я уже много раз говорил, в другом. В общем-то техническом состоянии учетной системы внутри дома. Разнобой в счетчиках, разнобой в сроке их службы, разнобой в их точности, разнобой в снятии показаний. Все это ведет к разным негативным последствиям. И пока вы не приведете систему учета внутри дома в порядок, вы ничего не сможете сделать вне дома. На счетчиках Рига Суденц и так далее. Потому что все это будет продолжаться. И эта разница, ну никак, она сама по себе никуда не денется, сколько бы работников Рига Суденц и другого дома управления не бегали по дому. Потому что картина такая, у всех счетчики проверены, у всех счетчики, все сдают правду, все идеально, но разница есть. Это означает, что сама система не работает так, как надо. Значит, ее надо менять. Или смириться с тем, что, ну, будет так. Еще один вопрос, который к нам пришел на WhatsApp. Если дом перешел от одной... Мы говорили уже на эту тему, но тем не менее, вот, очевидно, людям все равно не ясно. Дом перешел от одной управляющей компании к другой. Старая управляющая компания не хочет передавать дело дома или выкрала из дела дома документы. Что можно и нужно сделать? Требовать, чтобы отдали. Никакого другого механизма нету, если вы не можете договориться полюбовно, и у вас есть действительно обоснованные доказательства того, что кто-то что-то выкнал, ну, тогда в суд с требованием обязать другую сторону выдать документы. Эта проблема будет решаться со следующего года. Дело в том, что принято готовиться база данных, и домоуправления должны будут вести дело дома в электронной среде информационной строительной системы. Выделяется мощное место, и там есть специальные программы, и тогда этот вопрос снимется вообще. То есть дело дома должно вестись в электронной среде, оно публичное, и, соответственно, оно будет перениматься домом просто путем смены доступа лиц к этому делу дома по заявлению. Поэтому со следующего года эта проблема будет устранена. Сегодня есть очень много споров относительно передачи документации. Не определен ни порядок, ни содержание, ни... Ничего другого. Что отдали, то отдали. Но получается, что со следующего года будет возможность и совершенно спокойно ознакомиться с этим делом, даже не нужно будет ездить, да? Это можно будет сделать в электронном виде. Это электронно. Каждый собственник квартиры будет иметь... Она будет иметь доступ к этой электронной базе данных по своему дому. Я не скажу, что это будет в момент, потому что там довольно обширные разделы, их надо запомнить, но со следующего года это будет решаться именно так, что в электронной среде будет вести с дела дома, и оно будет наполняться, и, соответственно, доступно каждому собственнику. И при передаче тоже никаких проблем не может быть, потому что просто в электронную систему посылается копия протокола о смене управляющего, и, соответственно, происходит перерегистрация. Пишут нам следующее. Здравствуйте. В нашем многоэтажном доме 81-го года постройки в последнее время часто ломается лифт. Расскажите о своем опыте в модернизации или полной замене лифтов. На что стоит обратить внимание? Сроки, примерная стоимость. Наши лифты работали порядка 40 лет, и ряд элементов находится, скажем, из-за длительного эксплуатации в критическом состоянии. Одна из критических точек – это двигатели, потому что 40 лет эксплуатации приводит к тому, к усталости изоляции, обмутке, и они могут выходить из строя. Вторая проблемная точка – это лебедки. Шкивые лебедки, которые тоже являются дорогостоящими элементами, и вся проблема в том, что новые двигатели не подходят к старым лебедкам и наоборот. И фактически наши лифтовые механизмы требуют полной замены. Они требуют полной замены. То есть должна быть поменена лебедка, двигатель, произведена соответствующая ремонт станции управления, троса, каблуки, башмаки и так далее. Там практически весь подвижной состав, и если есть желание и кабины, они могут быть заменены в старых пределах. Мы у себя в кооперативе сделали эту работу. То есть мы поменяли все, что необходимо, с тем, чтобы лифты еще работали 15-20 лет совершенно спокойно. Как будет дальше развиваться событие, не знаю. Насколько мне известно, в связи с санкционным режимом поставка запчастей к могилевским лифтам уже остановлена. Ну, практически остановлена, и она не будет возобновляться. Если это так, то ремонт лифтов, во многих случаях, я боюсь, будет очень и очень сложной. Сложной процедуры и дорогостоящий, намного более дорогой. Потому что там меняется комплектация, ну, там меняется тогда сразу все. Если меняется стандартный производитель, это меняется все. Ну, на это ответят больше лифтовые специалисты, но менять надо. Лифты надо, лифтовые механизмы, они находятся в таком состоянии. Они еще работают, но уже изношенность их достаточно глубокая, с тем, чтобы они в любой момент могут остановиться. Опять-таки, подчеркиваю, проблема не в том, что отдельный лифт может остановиться. Проблема в том, что лифты запускались в эксплуатацию в очень короткий промежуток времени, 5-6 лет, и они также будут выходить массово из эксплуатации, если ничего не сделать. Получается, что если эти лифты были произведены в Белоруссии, то проще заменить лифт, чем пытаться что-то подогнать, какие-то детали там найти? Я, насколько понимаю, западные лифты построены под другие стандарты. Под другой стандарт ширины проема, и зачастую новую кабину и новые двери невозможно вписать в наши существующие шахты. Поэтому там начинаются достаточно большие проблемы. Но лучше этот вопрос технически обсудить со специалистами по лифтам. Мне приводились цифры такие. Сейчас можно отремонтировать лифт, то есть произвести капитальную замену за 16-17 тысяч одного лифта, а западные грозились до 80 тысяч. Ай, Варгон Тариф, нам что-то хотел... Я могу добавить, что был у меня разговор около месяца обратно про то, как Литва собирается решать эту проблему из-за невозможности сейчас поставки деталей в Беларуси. И они сказали, что они нашли какое-то решение фактически идентичное по размерам шахт и так далее с Германией. Так что я жду тоже дополнительной информации, чтобы сравнить технические параметры и понять, что годится ли это решение так же и для Риги. Но по разговору было понятно, что они нашли такое решение. Так что посмотрим. Будем разучивать вопрос, чтобы была какая-то альтернатива, если вдруг с Могилевским заводом уже все будет долгосрочно, пересветивы плохо. Здесь есть одна проблема, то, что такое решение должно быть сертифицировано, потому что соединение двух конструктивов разных. В Латвии был уже, я слышал, неприятный случай, когда в зале поставили приводные механизмы от одного и кабину и лифт оставили от другого лифта. И это не сертифицированные по безопасности варианты, и там произошли неприятности. И сейчас идет разбирательство. Поэтому любые варианты, которые будут найдены, они не будут простыми и моментально. Конечно. Я думаю, что в долгосрочной перспективе нужно смотреть на какой-то уже другого производителя, более, скажем так, европейского, и смотреть в сторону полной, к сожалению, полной замене лифта постепенной. Потому что, как Сергей говорит, две технологии объединить это практически невозможно. И, конечно, наверняка сертификация одной системы, она не допускает комбинацию с другой системой. Так что, ну, с этим нужно считаться. Это все же движущийся механизм. Он бистом АЕ-карта считается по законодательству. то есть, ну, рано или поздно все стареет и придется заменять полностью. у нас между тем звонок 67212-93-9. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. Да, да. Добрый день. Я хотел спросить по поводу платежки, которые вот приходят. Тут есть такие позиции, значит, воду, лун-канализация. Значит, это, значит, содержание систем воды и канализации или как? Это первый вопрос. Второй вопрос. Есть раздел акционер-кашина об хозяйствовании. Если не сложно ответить на этот вопрос, если это не тайна заселения печати, есть какое-то разделение, процентное разделение, как и законодательного закрепления, нет, как управляющая фирма эти деньги распределяет. как, допустим, на администрирование, на зарплаты, на аварийные работы, на накопление, на капитальные работы и прочее. Хотел бы кто-то сказать, нет, а евроед Сергея. Большое спасибо. Извините, вы клиент РМП? Ой, алло. Да, да. Вы клиент РМП? Ригс нам породнекс. Вы были в РМП, сейчас вы перешли в частную компанию, но хотелось бы знать, что подчеркнулось. Как название, как название частной компании? Сейчас у нас это не важно. Важно, чтобы вы были сто лет в РНП, там полный был провал, поэтому вот. Хотелось бы вообще знать позиции, как что распределяется, что идет на накопление, откуда берутся деньги на аварийные, определено ли процентное какое-то соотношение, или по принципу деньги ушли, забудьте, не знаю. В общем, хотелось бы узнать, как вообще это устроено в Латвии, в Риге, в Риге в частности. Ну, смотрите, почему я уточнил вопрос, это РНП или нет, потому что РНП готовит как раз таки по умолчанию всем своим клиентам, высылает, и это в app.lv вы можете как клиент РНП найти весь расклад суммы по обслуживанию, в том числе насколько идет на аварийные и так далее, что включает в себя позиции вода и канализация, потому что обычно вода и канализация это поставщик Riga Sudens, да, этой услуги, она транзитами идет в счета, но поскольку вы перешли с РНП на другую обслуживающую компанию, тогда вам нужно смотреть по тем документам, про которых вы, когда вы голосовали за эту компанию, тогда, как обычно, принято есть смет, то есть сумма по обслуживанию, которая предоставляется, и там расписаны все услуги, которые там входят или которые не входят, да, и есть множество дом правов, частных, которые расписывают, например, что вот обслуживание там входит в юридические, администативные услуги, но, например, там содержание систем воды и канализации, содержание систем отопления и так далее, она идет отдельной строкой, да, из этого нужно смотреть тогда вот именно протоколы и ваш договор по обслуживанию обычно там есть расшифровка, если есть такой расшифровки, нет, вы ее можете спросить у своего поставщика услуг, у своего дома прав. если по общим принципам пытаться ответить на ваши вопросы, первое, по воде и канализации тариф вига суден состоит из двух частей, первое, это стоимость непосредственно подачи холодной воды в ваш дом, и второе, это стоимость утилизации, то есть слива этой воды назад, поскольку считается принято считать, что сколько вливается, столько выливается, значит, соответственно, этот тариф домоуправления объединяет в один, он состоит из двух частей, конкретные цифры вы можете посмотреть на сайте видео суден если говорить вообще об общем составе работ по апсельнику или по управлению, тут термины разные могут применяться, общий их состав, полный состав работ по управлению жилым домом, в том числе и по апсельнику или по апсельнику больше нравится. Читайте, он описан в законе об управлении жилыми домами, там 6 пункт, 2 часть, и там перечислены все необходимые действия по управлению жилого дома. Там, я скажу так, все регулярные работы, именно регулярные, постоянные работы, которые необходимо производить и которые собственники поручили управляющему, они включены, их стоимость включена в графу апсельнику. Допустим, юридические услуги, общий юридический надзор, взаимоотношения с государством, самоуправлением, заключение договоров, включено в апсельнику. Как и первичные работы по взысканию долга. Как только начинается более конкретная работа по взысканию долга, сразу это уже вне. Скажем, аналогично по всему остальному. Доступность аварийной службы включается в СМЕД, но это абонентка за то, чтобы аварийщики приехали в течение часа. А уже сам вызов и работа аварийщиков, это уже отдельная следа. Ну, примерно так раскладывается. Так же и по остальным позициям. Если говорить грубо, очень грубо о структуре себестоимости или структуре стоимости, то я бы сказал так, практически 50% уходит на услуги по санитарному содержанию дома, то есть это дворники и уборщица. Порядка 30% уходит на 30-35% на текущее техническое обслуживание, это локальные сантехники, теплотехники и так далее, рабочие, строительные. Это сугубо мелкий ремонт и подвинтить, подкрутить где-то подмазать, осмотреть, дефектовать. И процентов до 10 это администрирование финучет и процентов еще 5-7 это какие-то сторонние услуги, которые включаются в обслуживание. Та же аварийная служба, там же какие-то еще дополнительные есть договора, диротизация, дезинсекция и так далее. Вот примерно так я бы озвучил ответ. А тут возвращаясь все-таки к делу дома, тут пришли еще вопросы. Ну вот мы говорили о том, что каким образом можно ознакомиться, если перешли от одной управляющей компании к другой, то здесь возникают вопросы, что стало с делом дома. И вот продолжение этой темы. На каком основании дело дома могут не передать при смене управляющей компании или не хотят передавать? Основания чаще всего бывает не договорились об условиях передачи. Я еще раз повторяю, вроде бы по закону один должен сдать, другой должен принять, но реально кроме этой общей установки ничего нет. Поэтому споры там даже в законе и в нормативах прописано, что если одна из сторон отказывается передать какие-то документы, то пишется протокол разногласия и указывается, что те не передали. Какие за это последствия, я не знаю, а я могу сказать, какие могут быть последствия, я кроме суда ничего больше не вижу. Нет, последствий, никаких штрафов тоже нет. К сожалению, не отрегулированная часть. И доказать, что из-за этого у вас какие-то материальные издержки были, да, это будет очень сложно, это по гражданскому закону, но это на 4-5 лет. Но я бы хотел обратить внимание на одну другую вещь, может быть, сейчас актуальную. К сожалению, начинает происходить так, о чем мы с Сергеем уже предупреждали и прогнозировали, то есть поползли постепенно вверх все тарифы по коммуналке. Первый сейчас объявил уже на этих выходных Рига Суденс тариф и на в Аду и на канализацию плюс 17 с каждой позиции в общей сложности это получится плюс 34 евроцент. Скачок более как на 20% уже за воду и канализацию по этой позиции пойдет. И, к сожалению, это будет касаться полностью всех тарифов. Сейчас поползут все тарифы постепенно вверх. Такими скачками это плохая новость, но мы, к сожалению, с Сергеем уже предупреждали про это. Но могу отметить, что хорошая часть новости в том, что Рига Суденс говорит о том, что тем не менее у нас самый низкий тариф, нам есть еще кого догонять. И думаю, что они очень быстро догонят. Это была хорошая новость. Есть куда расти тариф еще. На самом деле есть вообще очень много вопросов, и у меня есть большое опасение, что никто их всерьез не продумал. Что будет с тарифами, как будет с платежами? Вот это волнует больше всего, потому что мы знаем проблемы Риг Суденс, мы знаем то, что проблемы, которые многие-многие года не отвечены, эти вопросы внутри сетей, внутри кварталов, на которых Риг Суденс не хочет браться в свою ответственность. Это тоже учет данных, чтобы он был правильный и корректный и совпадал, и чтобы эта разница по воде была бы меньше. С такой политической точки зрения наверное было бы правильно разработать ну вот ребята мы повышаем тариф, потому что это нужно, потому что инфляция и все остальное, но мы придумали как решить что-то для города важное заодно, потому что тариф все-таки повышается не на два, а на более 20%, на 3-4 цента. то есть могли бы там еще один цен поставить, но обещать, что вот поменяем сейчас условия и займемся внутри квартальными сетями, приведем их в порядок, поставим вам учеты правильные, которые дают меньше потерь. да, ну хоть что-то дайте, а не спрашивайте, сейчас опять, ну как поставщик услуг, монополист просто будет ну постепенно повышать тариф и не решать ничего в городе, ну как-то хочется какую-то вот хорошую новость вместе с этой получить, да, там не такой хорошей, как Сергей сказал, что ребят у нас еще есть куда расти выше, ну да, к сожалению, из-за там всех, из-за удержания всех ресурсов мы должны повышать тариф, но вот мы там решим в ближайшие года вот такие-такие вам важные вопросы, ну вот вторая часть не последовала из-за этого как-то, ну осадочек остался. Тут пришел такой философский тоже вопрос общий, какими законами регулируется вот управление домами, то есть вот каким законодательством и кто занимается составлением этих законодательных актов? Вопрос не философский, он очень конкретный и есть конкретный ответ. Ну первое, законодательные инициативы у нас находятся в руках Сайма и Кабинета Министров по определенной процедуре. Также, я насколько знаю, там еще может президент вносить законы. Вот эти три институции, которые занимаются законодательством вообще, конкретно в сфере жилья, обычные инициативы идут либо непосредственно от депутатов Сайма, это вот пример такой, это система БИСа, когда в информационную систему завести дела дома, это была чистая инициатива депутатов. И также занимается Министерство экономики, в ведении которого находится политика жилья, в области жилья. Это первое. Второе, регулируется управление жилыми домами достаточно жестко. Это закон об управлении жилыми домами, за другимая породочность лейкумс. Читайте, там все написано, весь процесс, все содержание процесса написано, и связанное с этим законом правило Кабинета Министров. Это правило о том, как производить ремонтные работы и обследования, это правило о том, как распределять кладплату, это правило о том, как готовить реновацию, как содержать в солидарном состоянии дом, и как вести дело дома. Все эти документы достаточно жестко регламентируют нашу деятельность. Так что здесь никакой философии, здесь конкретные следования законам и правилам Кабинета Министров. 6 7 212 93 9 это номер телефона, можно задавать вопросы в прямом эфире, или писать нам на WhatsApp 2306191, но вот просят прокомментировать значит такую новость, которая была опубликована в новостных агентствах о том, как в Елгаве женщина выиграла суд и даже по-моему присудила, присудили ей 200 евро за то, что она была недовольна температурой воды, то есть горячая вода слишком была, ну, по ее мнению холодной, она даже не могла помыть посуду, и вот считая, что, ну, посчитала, что фирма, не обслуживающая компания, не смогла обеспечить ей горячую воду. Вот насколько это, во-первых, распространено, а, вот, ну, вот, у нее год из горячего крана текла 36-ти градусная температура вода, и вот она ссылалась на то, что по правилам кабинета министров вода должна быть не ниже 55 градусов. То есть такой вот, в принципе, прецедент он, ну, просит прокомментировать. Сложно, потому что обстоятельства неизвестны. Это, что были злономеренные действия управляющей компании, персонально ей так отрегулировали, это дефект конструкции дома. Предлагала ли управляющая компания, включала ли в план управления вопросы по регулированию данной ситуации. Здесь очень сложно сейчас отвечать, на чем основывается такой иск. Потому что подача горячей воды такой температуры в отдельную взятую квартиру вообще мы не располагаем механизмами подавать воду по температуре в отдельную взятую квартиру. Вода подается в целом на выходе из теплообменника одной температуры, а дальше в зависимости от технического состояния стояков и состояния системы циркуляции горячего водоснабжения начинаются нюансы куда что попадает. И скорее всего причина такой ситуации это изношенность системы горячего водоснабжения. ну а то что компания не смогла защититься ну это сложно сказать. Но я не вижу технических возможностей кому-то доставить неприятности таким образом. Просто нет. Нет, ну женщина считала что она платит за горячую воду а ей некачественную услугу предоставляют. Ну понимаете я могу сказать так что значит она платила именно за то потребление тепла которое было в доме. то что внутри дома тогда можно поднимать вопросы по-другому. Внутри дома сегодня неравномерное распределение тепла на отопление. Ну давайте это делить. Не приводить систему в порядок чтобы всем было тепло. А оставлять так чтобы одним было жарко другим холодно но при этом судиться отдельными картирами за перерасчет. Ну здесь очень много нюансов поэтому я могу сказать так не могу комментировать и компетенции судей тоже не имею права комментировать но насколько они тонко вникли в технические подробности и в технические причины такого не знаю. Суд вынес решение значит вынес. В таких ситуациях нужно читать решение суда и всю часть где раскладывать что и почему принято и тогда можно что-то комментировать так не зная дело трудно что-то откомментировать. Еще был вопрос связанный с конкретным тоже статьей речь шла в этой статье о том что да продолжается обследование домов на предмет незаконно застекленных лоджий и спрашивали ну неужели сейчас вот именно самое лучшее время для такого поиска виноватых потому что понятно что будут штрафы там будут заставлять переделывать ломать лоджии переделывать и это все происходит в тот момент когда повышаются тарифы когда вообще люди не знают будут ли они в состоянии заплатить за коммунальные условия еще их вот пугать и заставлять переделывать ну то есть за какие деньги вообще мы будем это все делать потому что мы не знаем сможем ли мы осенью заплатить по коммуналкам за незаконное строительство надо отвечать тот ли это самый момент но я скажу у нас очень много вопросов которые у меня возникают тот ли это момент но формально те кто инициирует это они правы нельзя было самовольно застекать лоджии дальше начинается очень много нюансов начиная с того от чего они хотят достигнуть те кто инициирует этот процесс они хотят достигнуть того чтобы людей просто тупо принудить разозлить еще раз ну тогда они нашли превосходный способ если у человека вполне себе прочная и нормальная лоджия на ее рисунок он не соответствует ну дайте ему дослужить потом меняете а если это вполне прочная конструкция есть конструкции которые опасны они могут развалиться ответ а большинство конструкций надежные и прочные ну этот вопрос мы с Сергеем уже обсуждали пару месяцев обратно но в принципе этот вопрос полностью неправильный с точки зрения города полностью неправильный с точки зрения ну с любой точки зрения спокойно посмотришь и заканчивай экономически почему потому что как мы уже говорили есть только пару серий ну 7 серий например в городе там большинство которые перекрывают 90% многоэтаж с точки зрения города тогда нужно было если город хочет увидеть красивые однообразные фасады тогда городу нужно было их разработать как типовые типовые один раз разработал для каждой серии и забыли и сказали вот для этой серии вот такое типовое решение и забыли и засекляйте лоджию вот как Сергей говорит дослужит конструкция вот когда дослужит конструкция или вы захотите вот вам решение все и закончили этим вопрос решен что творится сейчас сейчас они методом кнута пойдут по городу будет всем угрожать сток административных ресурсов будет в это все вложено посчитайте просто вместо там 10 рабочих часов чтобы разработать вот каждого типовой застройки сказать городу вот мы позаботились вот мы придумали если хотите застраивать вот пожалуйста по такому образцу сейчас каждый дом будет собирать деньги чтобы каждая серия такого же типа она будет собирать деньги звать архитекторов и искать решение платить за это все согласовывать и потом каждый владелец квартиры может реализовать ну сколько сколько ресурсов тысячи раз больше ресурсов вот понимаете неправильный подход города это раз я буквально этим утром чтобы вы понимали я занимался этим вопросом так как радиослушатели меня после той передачи мне звонили и спрашивали помочь чтобы вы понимали полгода одна история длилась и в конце архитектор сказал нет ребята я этим заниматься больше не буду я даже не хочу доводить этот вопрос до конца потому что он настолько энергозатратный по часам и по всей волоките что я больше не буду заниматься я обзавил трех архитекторов и никто сказал мы не будем этим заниматься наконец-то вот один архитектор Андерс сегодня утром с ним разговаривал он сказал уууу Первый вопрос был, когда я ему позвонил с вопросом лоджием. Говорю, вот, Андрес, представляешь, я каждому архитектору в городе звоню, и все говорят, у-у-у, не хотим этим заниматься. Как-то уговорил. Из-за этого полностью неправильный вопрос. Полностью. У нас совсем осталось мало времени. Я просто попрошу, вот, здравствуйте, вы в эфире, вы дозвоните. Да, если можно, вот, очень коротко вопрос задайте, а ответим мы на него уже в следующий программе. Я хочу быстренько поделиться информацией вот по этим лоджием. Да, это я, которая и Айвара беспокоила. Ригас Бумалда сказала, что они уже были фактически к маю, должны были быть готовы, вот, проект по всем сериям дома, вот, засекление лоджии. Ну, поскольку остановлен план развития города, то вот это все застопорилось. Ну, вот, так что так. Спасибо. Это очень интересная отмазка от города, почему-то, потому что план развития города и засекление – это две абсолютно разных вещи. да, то есть, ну, они никак между собой, ну, на мое усмотрение, не связаны, потому что вот есть просто вот типовая застройка, есть типовое ее решение, как оно связано с развитием города, где определяется, какие многоэтажки новые могут в каком объеме строиться и сколько автостоянок этому нужно, ну, по-моему, вообще не связаны вещи. Мне показывают, что время завершилось. Программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко и Эвергонтрев отвечали сегодня на ваши вопросы. Огромное спасибо всем, кто писал. Всего доброго. До свидания. До следующего понедельника. До свидания. Радио Болтком. Радио Болтком.